Чтобы это было, ну, кратко, просто с большого лета, возможность объединения муниципальных округов с учетом именно нацепения, конечно же, сразу получить обратную связь, объединяться муниципальными округами в области, не будет всего слова, передовой будут работу в данном направлении, я провел ассоциацию муниципальных образований, в лице Николая Николаевича. В первую очередь, сделали сбор полномочий по совместному видению в одном законе. Игорь Михайлович, сегодня Тверская область стала площадкой для обсуждения такого важного для страны Баклона, насколько это важный статус для нашего региона и какие инициативы приготовили мы для рассмотрения этого законопроекта? Сегодня очень ответственный день. У нас проходит выездное мероприятие руководителей комитетов и руководства Государственной Думы. Сегодня Владимир Абдулевич Васильев, руководитель фракции и представитель комитета Павел Владимирович Кошенинников провели встречу с руководителями районов Тверской области, со всеми депутатами, которые сегодня были представлены на встрече с председателем изгодительного собрания. Были министры, общественная палата, все наши коллеги, кто принимает участие в законопроектной деятельности, вообще в работе. Кроме того, мы еще пригласили руководителей отраслевых министерств, потому что очень большой объем работы проводится именно на уровне муниципальных образований. Это и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, это вопросы дорожного хозяйства, это вопросы реализации национальных проектов, которые были поручены президентом. И очень важно, чтобы та слаженная работа, которая идет на федеральном уровне, без сбоев и протяжек, доходила до самого, так сказать, главного уровня исполнения, это до нашего населения, до территории. В этой связи проект федерального закона об уровнях власти и полномочиях, которые сегодня мы рассматривали, так вкратце назвал, для нас очень важен, потому что то, что сегодня было предложено и анонсировано Владимиром Абдулевичем, Павлом Владимировичем, это возможность либо эффективно быстро реализовывать задуманное, намеченное и профинансированное, либо это затяжка в большом количестве процедур, которые иногда не дают возможности с учетом сезонности реализовать нам, как работникам на земле, наши хозяйственные полномочия. И в этой связи опыт, который мы приобрели с 2016 года по предложению Ассоциации муниципальных образований, в законодательство вошел в такая норму, как муниципальный округ, и вот сегодня мы уже имеем более 16 преобразований муниципалитетов, практический опыт правоприменения, и в текущий год у нас около 7 муниципалитетов будут преобразованы, то вот этот законопроект для нас имеет очень важное значение, поэтому наши практические действия сегодня, которые обсуждались, и было Павловичем рассказано о том, как предлагается внести изменения и какие цели при этом преследуются, какие задачи будут поставлены, нам оказалось очень полезным. Я хочу благодарить за такую организацию, за такое конкретное обсуждение, и я уверен, что и наш опыт пригодится, ну и нам, соответственно, для учета в работе это будет очень полезно. Я могу сказать, что мы самый крупный субъект в ЦФО по территории, у нас 42 муниципальных образований, конечно, 42 главы, с которыми мы напрямую работаем. Это для нас очень большое подспорье для экономического развития, для того, чтобы мы могли быть конкурентны в современных экономических условиях. Владимир Владимирович, можно ли говорить о том, что Тверскалы сейчас являются первым регионом, в котором идет такая серьезная дискуссия, серьезная подготовка к новому закону, и как бы Вы оценили уже ту работу, тот практический опыт, о чем сейчас Игорь Михайлович сказал, который уже здесь накоплен в регионе? Вы знаете, ну, во-первых, это так, и то, что Павел Владимирович приехал к нам, большое спасибо, это был такой подготовленный визит, и я хочу пользоваться случаем, поблагодарить его. Кстати, Игорь Михайлович избавил меня от необходимости говорить об этом, сказав, какая практика уже отработана в регионе. Это может быть самое ценное, то, что регион уже длительное время практически решает эти задачи. Кстати, мы сегодня с Павелом Владимировичем еще раз убедились об этом, когда выступали представители правительства, региональные депутаты, местные депутаты. Выступал Николай Николаевич Баранник, который возглавляет наше местное самоуправление. И высокую оценку Павел Владимирович дал этим выступлением, сказав, что он бы написал докторскую, если бы ее не было после этих выступлений. Вы знаете, в этом не только шутка. И я вот хотел подчеркнуть, я тоже очень внимательно слушаю. Очень сложная задача, очень сложная задача. Мы упорядочиваем ответственность. А что такое ответственность? Когда она размыта, можно сослаться. Можно сослаться, ну, не хватает, ну, я-то здесь причем. А вот когда все, но это позволяет решить сейчас, может быть, самую главную задачу, ту, которую мы увидели в Казахстане, сейчас, может быть, более выпуклая. Это когда какая-то часть населения, интересы которой не решаются или ущемляются, она начинает идти за радикалами, которые говорят, давайте поменяем все, разрушим, и будет счастье. Власть должна совершенствоваться. И вот это как раз то, что делает Павел Владимирович, то, что по поручению президента ведет постоянная система выстраивания, совершенствования органов власти, сегодня она доходит до самого человеческого, вот этого измерения, где живут люди. Потому что не секрет, вы об этом пишете и правильно пишете, происходит урбанизация. То есть, допустим, Москва забирает себя, Петербург, мы это так чувствуем, да, и по нехватке врачей, и много чего еще. И вот сейчас там, на месте создать среду проживания комфортно, очень непросто, но необходимо. Вот эту задачу, я так понимаю, мы сейчас будем решать, во-первых, законодательно, во-вторых, опираться на практику. И вот шутка Павла Владимировича, добрая такая, хорошая шутка, я ее хочу дополнить. Я сегодня слушал все выступления, я конспектировал. Игорь Михайлович, раз уж сказать вам спасибо. За те годы, вот что я отсутствовал, да, и сейчас я слушаю, это очень подготовленные люди. Не знаю, как упал, что он сейчас скажет. Это очень подготовленные люди. А что это значит? Губернатор имеет опыт, правительство, депутаты. Все выступления были конструктивными, все без исключения. Озабоченные, конструктивные. Иногда выходящими, может быть, даже за рамки вопрос, но это так и должно быть. Поэтому я уже поблагодарил наших коллег. И к 19-му или чуть позже, там, если может быть договориться, сейчас Сергей Антон что-то скажет, будут представлены предложения, как всех субъектов законодателям, те, кто готовит, это комитет Павел Владимировича. Ну и, наверное, еще очень важный момент, то, что в законодательстве, в проекте уже сейчас заложен первый срок, у нас большой, да, 23-й и 28-й. Срок. И еще, вот сегодня об этом тоже очень подробно Павел Владимирович поворачивал нашу дискуссию, обмен, да, выступление. Игорь Михайлович на этом взял акцент. Советоваться с людьми. Такая непростая тема, поэтому нужно, чтобы люди понимали, что происходит, в чьих интересах, как это будет делаться. Через колено ничего ломаться не будет, правильно? Хуже не будет точно. Вот так поставлена задача. Как я понял, сегодня мы еще раз это услышали и от губернатора, ну и от коллег, которые выступали. Спасибо большое. Павел Владимирович, ну и действительно, какие новеллы, которые внесены в закон, сейчас рассматриваются в Государственной Думе, на что бы вы обратили внимание? Может быть, действительно, что-то из предложений, которые сегодня дали правительство Царской области, прозвучали, вас заинтересовали? Ну, я хочу сказать, что, во-первых, это совещание мы договорились еще даже до внесения, потому что, вы понимаете, такие законы, они в течение недели или даже месяца не готовятся, это порядка года все происходило. Мы сразу с Владимиром Абдулевичем, с Игорем Михайловичем договорились, что здесь проведем одно из ключевых таких совещаний. Вообще, публичная власть выстраивается для людей, в первую очередь, для того, чтобы были понятны людям механизмы власти, для того, чтобы эти механизмы не работали на себя, а работали на людей, для того, чтобы граждане понимали, что откуда идет и почему именно такое решение было принято, а не другое. Потому что иногда, может быть, не очень популярное решение, но когда рассказываем людям, почему именно такое, легче воспринимается. Я уж не говорю про то, что оно какое-то положительное и так далее. Поэтому важно нам в данном законе прописать статус муниципалитетов, их представительные органы, значит, руководителей. Мы хотим избавиться от двухуровневой системы муниципальных, которая была в начале 21 века создана, когда некоторые муниципальные образования просто занимались тем, что друг друга выживали, из жизни, как говорится, конкурировали друг с другом, на граждан не обращали внимания. Это тратили силы, средства, иногда уголовные средства, и это было все во вред гражданам. Поэтому будет одноуровневая система. Дальше часто говорят, что мы хотим устроить отрешение о должности глав муниципальных образований. У нас есть ответственность, но перед этим мы говорим о правах, обязанностях, и потом только в случае невыполнения своих обязанностей будет ответственность. Соответственно, мы говорим, в том числе, какой уровень человека, и как он избирается, какие пути возможны. Все это очень детально расписывается, и это тоже важно, в первую очередь, для граждан, как для самих механизмов, так и для того, чтобы граждане понимали, что происходит. Соответственно, сегодня я могу сказать, что больше 10 коллег выступало, и у каждого по 3-4 предложения. Было, и, конечно, мы считаем, что очень важный вопрос, вот в Твери он решен, по поводу статуса областного центра. У вас целых два закона есть по этому поводу. Я считаю, что нам надо это и в законе тоже указать, потому что есть столичные функции, есть функции другие, представительские и так далее. Конечно, очень много вопросов было по поводу разных характерных выборов, разных сроков выборов в муниципальных образовании. Надо это все стыковать. Соответственно, мы выходим на более детальную регламентацию переходных положений. У нас нет желания прекращать полномочия должностных лиц, если они не нарушили закон, если они работают в русле законодательства, неважно, он депутат или руководитель административный, мы должны это все учитывать, и, конечно, в переходных положениях это все нужно прописывать. Вот сегодня там в одной из последних было выступлений, говорят, что вот у нас в соответствии с вашими переходными положениями три муниципальных образования избираются, а два не успевают. Что делать? Это все нюансы, чтобы ничьи права не пострадали, это все нужно обязательно все делать. И, конечно, взаимоотношения муниципалитетов с властью областной, субъектовой, ну и, соответственно, и дальше с федеральной это все гражданам должно восприниматься как единая власть, и гражданам часто, честно говоря, нет дела от чьего это ведения. Им нужно, чтобы вопросы решались, нужно, чтобы сказали уже про ЖКХ и про все остальное, про дороги, чтобы все это работало. Ну вот, заканчивая свое долгое выступление, я считаю, как раз вот этот закон направлен на то, чтобы вот такое упорядочение произошло. Я благодарю за то, что вот мы смогли достаточно объективно, и я очень рад, что разные были выступления. И сейчас часть мы записали, часть мы договорились, что будет отзыв. Это все, конечно, будет учитываться.